Ты не радуешься, у тебя же ангел рядом. Ты не радуешься, нет, говорит. Я, говорит, понимаю, а нет внутри радости, внутри нет. Что же это, что ей сказать, как ей? У нее вообще нет радости никакой. Как же это, что же делать? Какая страшная жизнь. А мы, бывает, попадаем в такие ситуации. Она молится, она читает Евангелие, она в церковь ходит, она причащается на все. А вот у нее вот болезнь, психическая болезнь. Нужно, чтобы она прочитала послание к филиппийцам. Запомнишь? К филиппийцам. Послание радости. Павел, одной рукой прикованной к стене, с нее там слизь какая-то течет, и пишет. Радуйтесь, еще раз говорю, радуйтесь. И дальше всегда радуйтесь, за все благодарите. Ты должен знать, что на земле миллионы людей, которые тебе позавидуют. Ты сегодня сытая? 150, сегодня примерно 80 тысяч умерло от голода. Тысяч! А ты сытая. Теперь, миллионы людей покинутые, которые негде голову преклонить. И когда с такой бомжихой разговаривает, она говорит... Ляш, Ляш, не надо тебе это самое, Ляш совсем. Ляш совсем, ну чтобы ей немножко... Вроде пошли правы. Ну тише, не мешай. Да я не вижу, что ей ехать. Не дам ее. Это уже пришло... И нельзя этого делать. Что нельзя? Вот смотри. Ладно. Сколько людей, которые потеряли все, жилье нет. И она говорит, у меня самое большое мучение вечером, когда нужно искать, где ночевать. А я иду, говорит, и на первых этажах вижу, как люди койки расправляют, там, постель. Я думаю, у меня тоже была постелька, у меня была подушечка. А теперь я выброшу на дно, картонку найду где-то под дерево, легла или где-то. Кто это говорит? Та, которая потеряла жилье. Таких людей миллионы. В Индии, везде. Ну ты с ними себя сравни. А ты одетая, цариса настоящая пришла к нам вечером. Смотри ты какая. И у тебя еще и квартирка дома. Да как же я могу роптать-то, господи? Сколько людей переломаны, которые руки, ноги отрезаны. Лежат. Вот есть такой юноша, Ник Вучич. Вучич. Не слышали? Ну он серб. Когда жена рожала у него, того человека, этого, Нико, 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 Николай, то он присутствовал при родах. И увидел, что ребенок родился, а руки нету. Представь, ребенок, и отец видит, рождается ребенок. И руки нету. Он, говорит, чуть в обморок не упал. Он вышел к стенке, прислалился в коридоре. Прошло время, ребенок там заплакал, жена родила. И он еще не опомнился. И говорит врачу, что он в самом деле без руки. Он говорит, нет, у него обоих рук нет и обоих ног нет. А обоих рук нет и обоих ног нет. И он всемирно известный проповедник. На стол его ставят, он веселый. И сейчас женился она, как называется, поп-модель. А, топ-модель. Топ-модель там. Вот так. Там в Таиланде или где пока ребенок родился недавно. По всему миру везде проповедник. Что это значит, она топ-модель? Ну, модель, она демонстрирует одежду. Она красавица. И она за него замуж вышла. Ему коляску такую сделали. Ну, она его катит, он ровит с ней головой такой веселый всегда. Он играет там на... А он же какое исповедание? Ну, я не знаю, какое там исповедание, но серп. И вот он собирается в большие залы. Его на стол ставят, он сидит там, это, пинг-пинг. Вот, вот. Ну, что, в футбол играть? Ты так вот забрось. А то я маленькая ласта одна, как бывает. У тюленя ласта маленькая одна. Другой ноги нет, и двух рук нету. Он постоянно веселый. Как он расчесывается, как он плавает в бассейне, как он едет на этой машинке. Все абсолютно сам делает. Этот человек ни рук, ни ног нету. И он болеть себя не считает. А как он делает? Может везти машину или что? А вот так. Родители, в первую очередь. Дальше, он уверовал во Христа. Он живого Христа проповедует. И люди, глядывая, они на него все поднимаются. А как я могу жаловаться? А когда обрубок какой-то? Ну, там смотреть не на что-то. У него улыбка все время. Что ты хотела сказать? Ну, я двое. Слышала такого? Ник Вучич. Нет, я этого не слышала. Ну, другого я слышала. У нас есть записанное даже на диске. Проповеди его. А? Проповеди его. Нет. Он проповедует, жильем движется. Видео надо, чтобы видеть. Вот, а как вы вообще объясняете это? И как это можно понять? Вот мы, милосердие у нас было, дом милосердия. Вот там вот она заведовала этим домом. И там у нас были... Мы туда брали самых несчастных людей. Бомжи, там такие тяжело больные, всеми оставленные. Мы находили по городу, находили адреса, которые к таким приходили, что они уже погнившие совсем были, червя, прямо вот так черви с них вот падали. И этих людей... Я выгребала черви с ягодицей, камфорный заливала спиртом к вочам и вымывала. И через две недели все зарастало. В общем, мы выхаживали вот этих вот... Теперь есть милосердие, но туда уже не принимают несчастных за деньги. А тогда мы только с самых-самых, какие были несчастные по городу. И вот такое явление, что когда эти люди, вот эти бомжи, вот эти вот там... Вот один такой был без ног, без двух ног на такой... на площадочке такой. Его там подобрали, он весь был замерзший, грязный и все. И вот эти люди, когда они приходили в какой-то человеческий вид, когда там им и пищу подавали, и давали им и читать, чтобы они что-то читали, все, они возвращались назад, на свое место туда. Вот этот, который без двух ног, я забыла, не помню, как его звали. Он там побыл, значит, сколько-то там, полгода или сколько. А потом он начал, он на такой площадочке на колесиках и руками вот так толкался и едет. Просит милости, ты не пьет, и пить. И потом он один раз вышел, значит, а потом второй раз стал выходить. Приходил уже оттуда с улицы грязный весь, ну, в общем, уже такой... Так, вопрос в чем состоит? Вопрос в чем, как понимать вот это, что люди эти... Ну, у нас ни одного, наверное, ну, может быть, кто-то был, я не помню, которые бы остались, которые бы пожелали жить нормальной жизнью в человечестве. Это во всем мире такое. Все возвращались назад... Проповедник Архимандрид, зарубежный. Из церкви-то. И об этом же сам им говорит. Твой труд не пропал, не пропал. Твой труд при тебе, награда твоя. А за остальное ответят они. А какой Архимандрид так проповедует? Это? Иоаким Парр. Он за рубежа. Это надо просто показать. А на моем форуме они есть все. Нет, ну хорошо. Но это что касается тех, которые этим людям как-то их стараются, значит, вывести с этого состояния. А что же это за состояние вот этих людей, души их? Неизбранность. Вот почему они не... Я ответил уже все. Неизбранность. Апостол Павел в посаде Хримлян это подробно объясняет. А вот по этому моменту у меня есть вопрос. Вот с одной стороны... Сейчас я туда. Ну, это непонятно. И спасение зависит, говорит, нет подвязающегося. А сюда подойдите, чтобы поближе к нему. По поводу избранности. Да. Мы говорим... В Евангелии написано, что вот... Говорим об избранности. Да. А в то же самое время же написано и сказано, что Господь всем желает спасения. Это никак не опровергает то, что... А вот вы мне, пожалуйста... Желает. А теперь, слушайте, Господь говорит Моисею, ты иди к нему. А давайте... Ты иди к моему, Моисею, к фараону. А фараон, может быть, лежал и думал, я так предполагаю. Что же я делаю-то? Младенца погубили. Дай-ка я отпущу народ. Моисей в это время идет, и у него такое расположение у фараона. Только отпустить. Отпустить народ. А Господь говорит, ты иди, а я, Бог, ожесточу его сердце. Тому остался, как скобку затронуть, и вдруг фараон... Кто там пришел? Например, свидетель. Гони его отсюда. Никуда не пойдет народ. Внезапно сердце ожесточается его. Нам не надо об этом рассуждать. Это запредельно далеко. Якова я возлюбил и Савва возненавидел. Когда они родились еще. Они не родились. А в чем вы, когда он не родился, Света не видел, маму не видел. Но Господь и Савва я возненавидел до прежнего рождения. А Якова возлюбил. Он же предузнал и предопределил. Он же наперед предузнает. Он же узнает. У Бога все в одном мгновении. А у нас сегодня, завтра, послезавтра. И как апостол Павел объясняет все. Но вот когда коснулся этот вопрос и говорит, за что же тогда осуждает? Люди задают. Апостол Павел говорит, а ты кто что споришь с Богом? То есть молчать. И все. Златовус говорит, Павел, апостол, криком оборвал этот вопрос. Не проникай в это. У нас семья. Отец без руки был с фронта. У нас семья 10 человек. 5 братьев, 5 сестер. Старший брат, между нами был еще один, он умер. А старший брат Самуил. Он на 5 лет старше меня. Он умел все делать. Ну все. А я ничего не умел делать. И я его любил, он лыжи сделает, вот эту рушилку, пшеницу разрушит, кашу там, радио проведет в баню. Я по сегодняшний день не знаю как. И я его любил, а он меня и бил, и обманывал. А для меня это ничего не значило. Я его так любил, я заглядывался на него. Какой же у меня брат? Он все умеет делать. Он мне что угодно сделает. И вот с этим моим братом такая история. Он обманывал маму. Он курил. Если мама спросит, его курил или нет? Нет. А я стою рядом, и мать на меня смотрит. А я стою вот так, у меня вот так все затекут. Как же так он маму обманывает? И мать по мне узнавала его, что он врет. У меня чувство справедливости, правды было щемяще болезненным. Он говорит неправду, у меня так. Я бы сказал, что врет он. Как же я скажу, когда я его люблю. И вижу, что он маму-то обманывает. Я ничего, я стою только руки сложу, вот так и слезы, хоть мать знала. Он обманывает, она уже ничего не трогала. Вот эти сырщики, бывает, творог со сметаной, зимой олябушками делают и замораживают. А потом размораживают, дают. А пост идет рождественский. Брат идет, он в карман поел. Мне я никогда не буду, ни разу не нарушил. Мне пять лет, ему десять. Я ни разу не нарушил пост. Это избранничество. А его это нужно никакой не было. Он курит, а я не курю. Он боится, что я скажу. Они с братом меня повалили вдвоем. С двоюродным. В рот папироса, а нос зажали. Я дыхнул. Вот теперь ты не скажешь, ты тоже курил. Я так понимаю, я курил, уже в жаловании нельзя. Это в человеке, это богоизбральничество. И сказать, я тебе говорю, а ты не принимаешь, он не избран. Но ему есть возможность открыть сердце, он не старается. Вот я никогда человека не пытаюсь переубеждать. Когда люди говорят, а что споришь? Я говорю, я ни разу в жизни не спорил. В жизни не спорил. Я знаю истину. Вот я ему сказал, а он говорит, а бывает там возразишь где-то, это не спор. Кто знает, он возвещает истину. Написано, и спорили, парисея с учениками. Но ученики не спорили. Ну бывает драка была. Драка, когда я тебя, ты меня. А когда только ты меня, то это называется избиение. Это не драка. Но я сложил руки, а какая драка-то? Драки нету, есть избиение. Поэтому кто знает истину, он возвещает ее. А кто не знает, тот спорит. Я доводы могу сделать, ну, на все несогласия где-то. Но я не спорю, я даю новые доводы, доказы. Не принимает, я все отступаю, вижу ему закрыто, ему это непонятно. Ты согласна? Прости, на твое мнение по поводу этого вопроса. Так что, Бог может кого-то избрать, кого-то не избрать? Так там написано же, предузнал. Он же наперед знает, что из тебя получится. Да. Он наперед знал, какой будет Яков, какой будет Исаус. Но мы-то не знаем. И поэтому мы должны делать добро каждому. И вы выгребали червей. Все. Святые ваши руки благоухают. Благоухают ароматом небесной доброты. Нет, ну не это наш. Наш же не это. Риверт, я говорю, вы никогда не... А там не проникнуть. Почему он пошел? Это его среда. Наркоман помогли ему, встали, смотришь, он опять сверхнулся. Вот возвращается из тюрьмы. Им помогает при храме работать. Но вот еще один освободился, к нему пришел. Они эти шубы пропили и на попа набросили, чуть не убили. Он пришел, говорит, что с ними делать? А был такой секретарь у Златоуста Прокол. Он говорит, Владыка, жезлом прогони всех от себя. Палкой их отсюда гони. То есть их не исправить. Не исправить. Но ты делай добро. Постоянно. Хотя бы тысячи крат. Но смотри, кому делаешь. А наипаще своим поверь. Ты спрашиваешь.